Я начну с совсем простых вещей, а именно с такой задачи. Представьте себе, есть четырехугольник, в котором у нас одна точка соединена с решением, разбита на четыре треугольника взятия. Если две точки, ну, здесь уже, конечно, есть вариант, как соединять, ну, давайте посмотрим, например, если так, видно, что шесть будет. Кстати, если вообще не одну точку не ставить, то будет два. Если поставим три точки, то легко понять, что у нас будет, посчитайте, получится восемь. Вообще, для n точек, расположенных внутри прямоугольника, считайте, что никакие треугольники не лежат на одной прямой, то есть рождение не происходит, количество треугольников задается от формулы 2f плюс 2. Вот это типичная задача на подведение формулы. Давайте, чтобы начать с чего трясти до простого, подробно это обсудим. Лучше всего даже никакой формулей не говорить, а сказать так. Если есть некоторое количество T треугольников, то существует сумма 180 умножить на T, 180 градусов умножить на T. Соответственно, ее можно найти по-другому. А именно, 4 угла прямоугольника, каждая по 90 градусам, плюс в каждой из точек, которых мы договорились, что у нас n штук, в каждой из точек 360 градусов. Разделим все на 180, получим, что T это сколько? Это 2, потому что 360 градусов 180 это 2 плюс 2n. Та самая формула. Заметьте, фамилия Эйлер прозвучала в начале лекции, но не прозвучала во время решения этой задачи. А как можно было это решать при помощи фамилии? Помню, формула Эйлера вершин минус ребер, количество вершин минус ребер плюс грани у любого связанного фонарного графа, это обязательно отходится. Давайте посмотрим, что это значит для нашего случая. Вершин, понятно, сколько. n плюс 4. С ребрами хуже, поэтому потом. Грань, это T плюс 1. Почему плюс 1? Потому что всегда внешнюю бесконечную грань тоже учитывают. И в формуле Эйлера под гранью имеют все, в том числе и бесконечная грань. Теперь, как посчитать треугольник? Ну, очень просто. Нужно посмотреть, что у каждого треугольника три стороны. Соответственно, мы должны умножить количество треугольников, треугольников на три. Но, если мы проходим, вот эти берем три стороны, эти берем три стороны, эти, эти, то все стороны треугольника мы взяли по два раза. Поэтому на самом деле надо делить на два. Но заверите, вот эти стороны мы при этом по два раза не взяли. Поэтому правильный ответ получится, если мы все-таки 4 прибавим и уже на два разделим. Вот такое выражение должно равняться двойке. Дальше надо, собственно, умножать все на 2. Получится 2n плюс 8 минус 3t минус 4 плюс 2t плюс 2 равняется 4. Ну, дальше уже все понятно. Мы просто восьмерку минус 4 и 4 уничтожим. Минус 3t и 2t дадут нам как раз t в правой части, а в левой остается 2n плюс 2. То есть формула Эйлера в данном случае, конечно, справилась с решением задачи, но, пожалуй, хуже, чем чум. То есть здесь мы обошлись двумя строчками, причем абсолютно понятными двумя строчками. А здесь мы должны были что-то такое говорить про ребра, шины, крани. То есть она, очевидно, является усложнением, а не упрощением ситуации в данном случае.